А теперь официально. Да, энерголимит. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого важного. В целях предотвращения дефицита электроэнергии и его негативных последствий для социально-экономической сферы страны, начиная с 1 февраля 2023 года, в стране будет введено ограничение на передачу электроэнергии, говорится в обращении энергохолдинга Баркета Чик. Лимит не коснется Душанбе и крупных городов республики. Вы все были свидетелями того, что в январе этого года температура воздуха была значительно ниже нормы, в результате чего увеличение спроса на электроэнергию в социально-экономической сфере страны вызвало ряд проблем в работе энергосистемы. По наблюдениям, с учетом постепенного увеличения спроса на электроэнергию внутри страны, объемы ее производства в период, закончившиеся в январе 2023 года, увеличились на 300 миллионов киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Этот процесс, то есть увеличение спроса на электроэнергию, вызвал увеличение нагрузки на электрические сети и трансформаторы, негативно сказался на водно-энергетических ресурсах водохранилищ, отметили в ведомстве. Барки Тачик отмечают, что расход реки Вахш летом составляет в среднем 2200 кубометров в секунду, а зимой равен 150-200 кубометрам в секунду. Как вы относитесь к такой ситуации? Хотя свет начали отключать гораздо ранее. В результате увеличения спроса на электроэнергию в январе увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты энергохолдинга считают сложившуюся ситуацию тревожной. По мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры по решению проблемы, дефицит электроэнергии будет усиливаться и окажет негативное влияние на экономику страны и повседневную жизнь населения, говорится в обращении. Барки Тачик и ОАО распределительные электрические сети сообщают, что указанные меры носят временный характер и рассчитаны на определенный период. Энерго-лимит будет снят после стабилизации водно-энергетического режима реки Вахш, заверяют в энергохолдинге. Население просит экономить электричество на своих рабочих местах и в жилых помещениях, чтобы устранить ограничения в краткосрочной перспективе. В сообщении не указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. Введенный в конце прошлого года энерго-лимит в стране был снят в начале января. Население ранее не получало электричество с 22.00 до 5 часов утра. Как вы относитесь к такой новости? И как вы думаете, теперь количество времени, которое мы будем сидеть без света, увеличится или останется прошлый график? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И как вы думаете, как долго продлится этот период, который нам не будут подавать нормальную электроэнергию? До лета, когда уже она и не особо будет важна и нужна? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok